Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители! Я приветствую всех на канале Есть-Поесть! Сегодня готовлю блюдо, которое придётся по душе не только детям, но и взрослым. Буду делать фрикадельки на шпажках с тестом. Тесто подойдёт абсолютно любое. Я приготовлю быстрое, на сметане. Фарш также подойдёт любой. Или вместо него можно взять просто сосиски или сардельки и порезать их на кусочки. В общем, обязательно приготовьте и не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях. Сделаю тесто. Я взяла сметану. У меня 10% но жирность в данном случае значения не имеет. Единственное, контролируйте добавление муки в зависимости от густоты вашей сметаны. Добавляю сахар, немного соли, яйцо, растительное масло. Можно заменить растопленным сливочным. Теперь всё размешаю. Добавлю примерно 1 третью, 1 четвёртую чайную ложку соды, без горки. Размешаю. И постепенно, добавляя муку, сделаю тесто. Тесто готово. Оно получается мягким и немного липким. Теперь накрою его чем-нибудь и оставлю отдохнуть. Тем временем подготовлю основу для фрикаделек. Для этого я взяла мясной фарш. Подойдёт абсолютно любой. Сухари заливаю молоком. Вместо сухарей можно взять обычный хлеб. И размешиваю. Лучше всё это сделать заранее, до начала приготовления теста. И теперь отставляю в сторону, чтобы сухари хорошенько набухли. Маленькую луковицу натираю на крупной тёрке. Отправляю тёртый лук к фаршу. Если вы делаете фарш непосредственно перед приготовлением, значит лук пропускайте вместе с мясом через мясорубку. Добавлю размокшие сухари. И белок одного яйца. Соль и специи добавляйте по вкусу. И теперь всё это надо очень хорошо вымешать, как тесто, прямо руками. Влажными руками я формирую фрикадельки. Я буду нанизывать на каждую шпажку по три фрикадельки. Поэтому общее количество у меня должно быть кратно трем. Я сформировала фрикадельки. Отсюда видно, что у меня получится 8 шпажек. И далее займусь тестом. Мне нужно раскатать небольшой прямоугольник толщиной примерно 7-8 мм. Ну вот, у меня получился, конечно, больше квадрат, чем прямоугольник. Тем не менее, мне нужно разделить его на 8 частей. Далее беру шпажку, три фрикадельки и одну полоску теста. И делаю следующее. Далее беру шпажку, три фрикадельки и одну полоску теста. И вот, что у меня получается. Не обязательно, чтобы фрикадельки были вплотную к тесту. Но это всё потом я подправлю, когда положу на противень. Если у вас остаётся длинный хвостик, его можно отрезать. Все шпажки я выложила на противень, который застелила фольгой, а фольгу смазала растительным маслом. И теперь всё поправляю. Смазываю и тесто, и фрикадельки желтком. При желании сверху можно посыпать тёртым сыром или кунжутом. Отправляю противень в духовку, разогретую до 180-190 градусов, примерно на 20-25 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Фрикадельки на шпажках готовы. Вот такими они получаются. Подавать их можно с кетчупом или с любым соусом. Я предпочитаю с домашней аджикой. Я считаю, что это блюдо, как нельзя кстати, подходит к любому детскому празднику. Кроме праздничного стола, его можно приготовить к обычному семейному ужину. А также удобно брать с собой в качестве перекуса. В общем, обязательно приготовьте данное блюдо. Порадуйте близких и особенно деток. И не забудьте написать комментарий. Спасибо всем, кто смотрит мои видео, подписывается на канал и ставит лайки. А также смотрите другие мои рецепты. Я желаю всем приятного аппетита и готовьте с удовольствием. До встречи в следующих видео!